В руках медиков вот такая сумка, в ней холодильная камера. Вакцины от коронавируса должны храниться при минусовой температуре. Везли ее из райцентра в поселок Гарь. Как вы себя чувствуете? Нормально. Температура есть? Нету. Виктору Погодину 63 года. Сегодня он пришел получить первую дозу вакцины. Перед тем, как привиться, врачи проверяют состояние здоровья. Если все хорошо, добро пожаловать в процедурную. Ну, чтобы не заразить своих родных и близких. У меня как большая семья, внучаты, сыновья, дочери. Любовь Романова пришла вместе с супругом. Мы оба болеем, хроники. Мы с семьей пришли сюда прививаться, потому что надо бы это. Ездить нам далеко, часто. Село Гарь, можно сказать, находится прямо в лесу, примерно в 45 километрах от районного центра. Большинство из местных жителей здесь пенсионеры. И поэтому самостоятельно прививаться, тем более в такую погоду, они вряд ли бы поехали. Это уже не первое село в Высокогорском районе, которое посетили выездные бригады медиков. Буквально вчера мы были на ФАПе Емаширминском, станции Хуркачинском, Мульминском. Вакцинировали 20 пациентов. В Высокогорском районе 124 населенных пункта и 48 ФАПов, каждый из которых врачи райцентра планируют посетить для первичной и повторной вакцинации. Району было выделено почти 800 доз вакцины. В Высокогорском районе мы привили более 70% от того, что получили. На этой неделе у нас будет 100% вакцинация от того, что получили. На сегодня в республике привились около 87 тысяч человек. Из них вторую дозу получили 20,5 тысячных. Саминязова Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район.